Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Израильский военный эксперт Григорий Тамар на связи. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Григорий, начнем, пожалуй, с ситуации в Израиле, вокруг Израиля, операции в Газе и политическом фоне. Вот прям с политики начнем. Турция на Нетаньяху в суд подает. Тот самый, который выписал ордер Путину за военное преступление. Шаг, мягко говоря, такой яркий и, наверное, в политическом смысле важный. Но как это вообще меняет дело в самом Израиле? Что скажете, как восприняли в Израиле вот эту новость и, соответственно, Нетаньяху? Как к нему меняется отношение? Ну, Нетаньяху не привыкать, чтобы на него в суд подавали. Это не в первый раз. Послушайте, я при всей моей негативной оценке фигуры Нетаньяху, я должен тут сказать, что, конечно, в политике цинизм бесконечен и безграничен, но, наверное, всему должны быть какие-то границы. Уж кому-кому о мяснику Эрдогану, который в крови потопил курдское сопротивление, уж ему-то, наверное, не стоит по поводу прав человека там особо как-то волноваться. Ну, что вам сказать? Это ни на что не повлияет. У нас был, кстати, остается, наверное, в обществе очень большой раскол внутри, но кровавые события 7 октября, они очень сильно сплотили, консолидировали нашу страну изнутри, наше общество. И я ярый противник Нетаньяла, однако это мой премьер, и другого у меня пока нет, пока у нас не произошли выборы, и, соответственно, вот этот премьер поведет меня на войну, ведет меня на войну, мой народ, нашу армию. Так что мы, как принято в демократических странах, мы, так сказать, сплотились вокруг него до победы, а вот после победы у нас будут выборы, и не Эрдогану определять их повестку. Ну, Эрдоган пусть лучше своими делами занимается, там, своими правами человека. Но сегодня уже ни для кого не секрет, что Эрдоган как виртуоз в виде спорта, который называется «половить рыбку в мутной воде», ну, в общем, всерьез рассчитывает на то, что по окончанию активной фазы боевых действий именно Турция получит контроль над сектором газа и над газоносными полями сектора газа. Вот такой вот каламбур. Над газом сектора газа. Ну, а в перспективе нас ждет война на севере с избалой, что с большой долей вероятности ввергнет Ливан в кровавый хаос. И на ливанские просторы у Эрдогана тоже есть аппетит. Мы знаем, что диктаторы, они очень любят прорубать сухопутные коридоры. Так вот, потом прорубить сухопутные коридоры через сирийскую территорию, ну, и так далее. Так что у Эрдогана аппетиты большие, но, так сказать, как это «богливой корове», как эта поговорка «не дал рогов», да, то посмотрим. Посмотрим, наверное. Война на севере. Нитаньяху обратился к армии. Все должны быть в полной боевой выкладке, в полном боевом, как бы, приготовлении, потому что вероятность войны с Хизблой, я так понимаю, исходя из того, что такие заявления от Нитаньяху есть, она сейчас очень высока. С чем вы это связываете? И, ну, как бы, правильно мы понимаем логику? Будет такое последовательное движение? Ну, давайте, во-первых... Сахал уже в Газе, там фотографируются в парламенте, в кабинете губернатора Газы. То есть, там все придет к завершению, и будет новая война уже на севере. Ну, давайте, во-первых, так сказать, называть вещи своими именами. Война на севере идет со второго дня войны, с 8-го числа, с того момента, как Хизбалла начала обстреливать израильскую территорию. У нас порядка 10 погибших с тех пор. Хизбалла признала порядка 80 погибших. Это значит, что по факту, там, раза в 34 больше. То есть, если это не война, что-то война, да? То есть, десятки погибших, сотни погибших, там, и так далее. Вот недалеко, как вчера, распределяли транспортное следство электрической компании, которая приехала, там, устраняет мне палатку, прямой наводкой противотанковой ракеты по мирному транспортному следствию, был нанесен удар, да, огневое поражение. Так что война идет, но, понимаете, вот наша, конечно, армия и спецслужбы, они сели в Калошу 7 октября в полной мере, да, то есть это отдельный разговор, можно много на эту тему говорить, но после этого армия собралась и демонстрирует сейчас очень высокий уровень оперативно-тактического мастерства. И то, что, как бы, получается по факту, что у нас примерно порядка 180 тысяч срочная армия, да, ну, срочные, да, сухопутные силы, и где-то 360 тысяч резервистов сейчас, то есть более полумиллиона штыков. Так вот, в основном срочники находятся сейчас в ГАЗе. Это наиболее подготовленные, укомплектованные, оснащенные части, сухопутные. А как раз вот большинство резервистов, оно на севере, для того, чтобы держать ливанскую и сирийскую границу под контролем. И то, что говорят военные наши специалисты, что по окончанию активной фазы войны в секторе ГАЗа, когда, ну, собственно, она уже заканчивается сейчас, по сути, то есть основное сопротивление КАМАЗа слоплено. Будет проведена ротация, и вот эти обстрелянные, обкатанные в бою, проявившие очень высокий уровень подготовки, части будут были брошены на север, а как раз таки вот с севера, наоборот, к сектору ГАЗа, для того, чтобы те части, которые имеют конкретный боевой опыт для ведения боевых действий в городских условиях, вот они, значит, и продемонстрировали свое мастерство и на севере тоже. Потому что вопрос на севере надо решать, ведь это же не Израиль нарушил там все мыслимые и немыслимые резолюции ООН. Четко по завершению Второй Ливанской войны Хизбалле было предписано не пересекать реку Литань, то есть не приближаться к израильским границам на расстоянии 40 километров. Ну, Хизбалла, их передовые позиции находятся на заборе, на границе, да. Ну, что же мы хотим, если они постоянно обстреливают наши мирные города. Ну, должна же быть когда-то уже, положен конец, должен быть когда-то. Так что я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Ситуация в Газе какая сейчас? Потому что приходят разные кадры, их там сложно идентифицировать, некоторые там говорят, что это в Газе, другие источники говорят, что это там западный берег, да. В общем, памятники Ясеру Арафату валят и крушат. В этом смысл операции Цахал? Ну, во-первых, в Газе никаких памятников Арафату быть не может. Это совершенный абсурд. Ну, я вот гражданам Украины все время провожу такую параллель. Я, кстати, знаю, что среди подписчиков вашего канала есть разные люди, а я очень люблю злить плохих людей. Поэтому я вот сейчас скажу, вот как с экранов российского телевидения за последние 10 лет не прозвучало ни одного слова правды, особенно в отношении Украины, также из палестинских источников не прозвучало ни одного слова правды в принципе, в любом отношении. Потому что эти люди учились пропаганде в одних и тех же подвалах Кубянки по одними и тем же методичкам 60-е, 70-е, 80-е годы. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что мне вот нравится полемизировать. Вы убили 10 тысяч палестинских детей в Газе. Я говорю, а вы откуда взяли эту цифру? Мы узнали это из предслужбы Минздрава сектора Газа. Я говорю, то есть вам рассказал об этом Хамас. Это вот эти люди, которые отрезали израильским детям головы и запекали израильских детей в духовке. Они вам рассказали, что их 10 тысяч детей убили. Так вот, по поводу 10 тысяч детей и по поводу того, как мы в Газе там били бомбас. Я просто объясню. Значит, первые две с половиной недели после начала войны, которая развязала Хамас вероломной и фашистской атакой на наши мирные населенные пункты и на наши армейские базы 7 октября. Первые две с половиной недели армия не заходила на территорию сектора газа, концентрируя силы, подготавливая их и ведя постоянное огневое поражение по сектору газа по банку целей. Что значит банк целей? Это значит никаких ковровых бомбардировок мы никогда в жизни не применяли, израильская армия. У нас даже нет таких технологий военных. Мы считаем это помимо того, что это не гуманно, это еще и контрпродуктивно и, так сказать, бессмысленно в военном смысле, в военном отношении. То есть четко идет поражение конкретно по целям, по банку целей, которые формируются за счет разведданных. ХамАЗ традиционно размещал всегда свои объекты под прикрытием мирных элементов инфраструктуры в больнице, школы, мечети. И вот сегодня как раз была взята штурмом очередная больница, в подвалах которой находился один из штабов и опорных пунктов ХамАЗа. И весь мир увидел там склады со своими припасами, ракеты и так далее, которые хранились в фундаменте под фундаментом больнице. То есть понимаете, да, если без всяких израильских там агрессоров этот боеприпас просто детонирует, то больница взлетает на воздух. Само по себе это уже является военным преступлением, да, такая форма хранения. Так вот, после того, как наши войска вошли в сектор газа, началась активная паза с попутной операцией, примерно около недели ХамАЗ сохранял возможность активно противодействовать нашим войскам, но вот ровно неделю назад наступил перелом и ХамАЗ посыпался. А ХамАЗ, чтобы мы понимали с вами, это порядка 30 тысяч штыков, часть из которых очень хорошо подготовлены к тактическому уровню. Плюс давайте к этому добавим 10 тысяч штыков исламского джихада примерно, ну и некоторые там еще более мелкие террористические группировки, типа Народный фронт освобождения Палестины, там и так далее. Ну, плюс коммендальные планы, которые тоже там не сосками бегают по газе. Я думаю, что порядка 50 тысяч вооруженных мужчин там есть. И вот на сегодняшний день южная часть сектора ГАЗа, мы ее пока не трогаем, туда, в общем-то, переместилось большое количество верных жителей, а северная часть, там сопротивление организованное сломлено, и действительно, вот пару дней назад провели там совещание, прямо вот в сердце города ГАЗа провели совещание, значит, наш начальник генштаба, начальник службы безопасности Шабак, командующий Южным военным округом, другие высокопоставленные офицеры, чтобы проконструировать, что ситуация полностью контролируется там, и высший генералитет может себе позволить там провести такое совещание. Теперь интересные пошли кадры такие, вот, значит, израильская армия, ну, со свойственным, так сказать, ей гуманизмом, она же подкармливает местное население, там, ну, сухие пайки, вода, фигменты, а Хамас всячески пытается воспрепятствовать, пытался, у него были возможности еще для того, чтобы люди не получали это, и вот в сеть полетели уже достаточно ощутимое количество вот этих роликов, когда жители сектора ГАЗа проклинали Хамас и благодарили израильскую армию. Ну, и запись, которую сделала медсестра, очень смелая девушка, которая на английском языке сделала, ну, как бы, видеорепортаж из больницы, демонстрируя, как в больничных помещениях фортифицировался там Хамас, да, и вот как они там нарушают всемыслимые и немыслимые нормы, тоже достаточно интересный ролик. Григорий, ну, смотрите, все-таки памятник Ясеру Арафату. Что это за кадры и, собственно, о каком дальнейшем плане на территорию сектора ГАЗа есть смысл сейчас говорить? Потому что кто-то говорит, что будет Палестина, кто-то говорит, что Палестины не будет, а будет оккупированная Израилем территория? Значит, памятник Арафату, памятники Арафату сносятся на западном берегу, потому что в некоторых городах палестинская автономия очень ослабленная по ряду причин, в том числе из-за действия израильских властей. На мой взгляд, это было неразумно с точки зрения Израиля, да, но это отдельный разговор. Так вот, в некоторых городах, таких как Шхем, Джамин, палестинская автономия теряет контроль над ситуацией, и там вот эти действия как раз и происходят. На сегодняшний день можно сказать, что палестинская автономия контролирует три крупных города. Это Рамала, собственно, их штаб-квартира, это Вифлеем и это Хевро. Вот в этих трех городах палестинская полиция продолжает, так сказать, контролировать ситуацию все еще. Ну, одна из причин усиления Хамаса, ну, не основная, конечно, но тем не менее, так сказать, давайте называть вещи своими именами, Натаньяу, который находится у нас у власти последние полтора десятка лет, он вот проводил такую политику, разделяя власть, ослабляя организацию освобождения Палестины и автономию, соответственно, и усиливая противовес Хамаса. И вот на каком-то этапе эта ситуация вышла из-под контроля просто, что было, в общем, довольно прогнозируемо, если честно. Ну, опять же, не надо из этого делать вывод, что Натаньяу виноват в том, что произошло, в том, что произошло, виноваты подонки, фашисты из Хамаса и те замечательные люди, которые все эти годы финансируют эту прекрасную организацию, да, финансирование из разных источников, часть из организации освобождения, организации объединенных наций, например, часть финансирования, часть из Катара, часть из Москвы, часть финансирования из Ирана, то есть там много из друзей в Хамасе, все они очень достойные в кавычках люди. Так вот, что будет после? Это хороший вопрос. Ну, я вам скажу свое мнение. Оно не очень популярно в Израиле, но мне оно кажется наиболее логичным. Ну, дело в том, что сектор газа, он же до 1967 года был частью египетской территории. Ведь Египет оккупировал сектор газа в 1948 году. Ну, логично передать это назад Египту, чтобы они, так сказать, после того, как Израиль уничтожил военный потенциал Хамаса, взяли это под свой контроль. Естественно, Египет не будет готов это сделать по доброй воле, но его нужно к этому принудить материально, то есть дать ему столько денег, чтобы он взял. А деньги эти могут быть мобилизованы американцами, европейцами, саудовцами, катарцами, израильянами. Ну, и дается там сумма 10 годовых бюджетов государства Египет, например. Ну, и плюс возможность пользоваться, давайте так, еще маленькая пикантная подробность, недавно были разведаны достаточно ощутимые запасы газа в секторе газа, да, ну, так сказать, который в территориальных водах. Ну, вот с этим газом, эту газу, Египту, с деньгами, я считаю, абсолютно жизнеспособный сценарий и очень гуманный, кстати, между прочим, если что-то пошло, потому что, поверьте мне, никто в Израиле, никто в Израиле, ни один вменяемый человек не испытывает восторга от того, что там действительно гибнет какое-то количество мирных жителей, я этого не отрицаю, в том числе и детей. Мы к этому относимся крайне, так сказать, прискорбно, да, и мы хотели бы, чтобы это в дальнейшем не повторяться. Для этого там нужна твердая власть. Например, Египет будет хорошим, на мой взгляд, мог бы быть хорошим вот таким полицейским, который бы навел там порядок. Но это мое мнение, далеко не все в Израиле его, так сказать, пропагандируют, но что я могу вам сказать, с полной ответственностью ни один адекватный политик сегодня в Израиле, и наш премьер в том числе, не рассматривает возможность оккупации газа как вариант развития событий. То есть какое-то время оставлять там войска для того, чтобы контролировать ситуацию, пока не будет на решение это. Но оккупировать никто это не собирается. Просто тут момент такой тонкий. Египту это надо? А я же еще раз говорю, надо дать столько денег, чтобы они решили это взять. Потому что Египет в очень плохом материальном положении находится, государство на грани подводства. Ну дать им вот сумму, я говорю, 10 годовых бюджетов. Мобилизовать такие деньги небольшая проблема для желания. Вы говорили о точечных ударах Цахалу по сектору газа, но были же прилеты в лагерь беженцев, дважды прилетало. Были же как бы другие факты разрушения гражданских объектов. В мире много протестов против действия Израиля, и это прям вырисовалось целое движение, огромнейшая демонстрация в Лондоне, Париже. Макрон даже как бы так вот очень осторожно высказывается на тему судьбы войны в секторе газа. Как вам кажется, вот мир давит на Нетаньяху и на руководство Израиля сейчас? И, собственно, может ли все закончиться ну как вы говорите деньгами, сделкой, большой сделкой по этой территории и в чью она будет пользу? Ну, последнее, что меня интересует, это как реагирует мир на действия наших военных. Я вам скажу с максимальным военным отправением. Меня интересует, чтобы наши военные действовали сообразно этическому коду Сахала, сохраняя честь войны так, как мы это себе видим. Вот это меня интересует. И это очень соблюдается нашим обществом, наша Единственная страна, мнение которой мы учитываем, мы вынуждены учитывать, потому что мы являемся сателлитами страны, это Соединенные Штаты. Я понимаю, что сейчас начнется истерика у некоторых ваших подписчиков, так вот я для них специально сейчас говорю. Друзья, это вам кажется, что быть сателлитом великой державы это плохо, это неплохо, это нормально, это даже очень хорошо. Плохо, когда в стране продолжительность жизни очень низкая, а детская смертность очень высокая, и дороги в таком состоянии, как, например, в моем родном городе Омске, вот тогда это стыдно и плохо, а быть сателлитом это неплохо, само по себе ничего плохого в этом нет. Так вот, я называю вещи своими именами. Израиль является сателлитом Соединенных Штатов, и мы учитываем мнение американского эстеблишмента американской властей. А все остальные страны, они могут выражать мнение, могут не выражать мнение. Если бы мы учитывали их мнение, нас бы уже давно не было вшивок. Поэтому последнее, что меня интересует, это мнение Макрона. Он может себе это мнение засунуть в задницу. Макрона. Макрона. Для баланса, не баланса задницы Макрона, а, конечно же, скажем так, нужно заявить, что в Соединенных Штатах, вышеупомянутых, тоже прошел марш в поддержку Израиля. Марш, так назывался, в Вашингтоне прошел за Израиль, чтобы осудить рост антисемитизма, солидарность с действиями Цахал в войне с Хамас. Многие пришли с флагами. То есть, как бы начинается, вот мы видим, как спустя несколько недель, ну, какая-то вот такая ответная картинка, потому что всех, собственно, поражает количество и там разноплановость акций в поддержку палестинцев против Израиля. Вот появились митинги за Израиль. Как вам кажется, вот все-таки долго будет продолжаться вот это гражданское противостояние, когда там в аэропорту Амстердама, да, а в Вашингтоне там за одних, а в Вашингтоне за других, и люди собираются, и, скажем так, не вызывает, не вызовет ли это ну, как бы новую напряженность и новое нагнетание в мире. Потому что условно Цахал зачищает газу, а мир уже в турбулентности. То есть, вроде как война закончилась на этом клочке земли, но она продолжилась в разных странах, в разных других формах. Ну, во-первых, ничего нигде не закончилось, и так называемая турбулентность, о которой вы сейчас упомянули, она имеет место в мире, начиная с 48-го года, с момента образования государства Израиль. Ну, я хочу успокоить наших зрителей в том плане, что скучно не будет в тот момент, когда, как мы уже с вами говорили несколько минут назад, начнет стихать военная фаза противостояния в Газе, нас ждет новый виток на севере, я так подозреваю, поэтому про Газу-то уже все забудут на тот момент. Вот, ну, а если бы мы действовали сообразно общественному мнению Европы, я же говорю, нас бы давно не было на карте. Я хочу напомнить нашим зрителям, что когда в 73-м году была война судного дня, когда две арабские страны напали на нас в еврейский праздник судный день, да, через несколько дней после начала войны, когда, в общем, никто не собирался Израилю помогать ни одним ржавым гвоздем, а, так сказать, количество вооружения, которое шло из Советского Союза в арабские страны, воюющие с Израилем, было, ну, совершенно феноменальным, Голдемейр выкатила на боевые позиции 16 ракет и рекон, которые могли по своему классу нести ядерные боеголовки, и сказала, что настал момент, когда, наверное, нужно Израилю тоже помогать Соединенным Штатам, и Соединенные Штаты продемонстрировали невероятную готовность и стремление это сделать. Так вот, ни одна европейская страна, ни одна европейская страна, за исключением фашистской Португалии, не была готова предоставить свои аэродромы для того, чтобы американские самолеты приземлились для дозаправки. Поэтому отношение к нам Европы, оно для нас известно, ничего нового в этом нет. Я также знаю, что некоторые ваши зрители сейчас будут потно потирать ладошки и говорить, вот, а вот Россия спасала евреев и так далее. Ну, всю эту предсывые кобылы я уже устал опровергать, но я хочу сказать, что Россия же ей, когда выгодно, они говорят, что они правоприемники Советского Союза, когда невыгодно, нет. Так вот, если все-таки мы исходим из парадигмы, что Россия правоприемник Советского Союза, то надо напомнить нашим зрителям, что если бы не постоянное вмешательство в Ближневосточные дела, то тут не было бы просто половины войн, потому что изначально Израиль начал Синайскую кампанию в 56-м, по многим причинам, главной из которых было предоставление Советским Союзом Египту военной помощи, например, в виде современных на тот момент танков Т-55, что вынудило Израиль начать превентивно-военные действия потому что это поломало баланс Ростов-Тесси. Если Советский Союз не лез сюда своим длинным грязным носом, то и крови здесь было бы намного меньше. Если проводить такую линию, понятно, что она уже вряд ли будет параллельной, но к событиям в Украине мы видим, что ну как бы с новой ожесточенностью, Российская Федерация идет на позиции ВСУ под Купенском, ситуация в Авдеевке, да, у Бахмута, об этом даже докладывает президент на своих видеообращениях ежедневных. В общем, ситуация становится напряженнее, а финансирование и, скажем так, ну, перспективы этого финансирования как-то все туманнее. Да, Ермак, который полетел в Соединенные Штаты Америки, говорит о том, что 70% пути мы прошли, там идет, идем дорогой демилитаризации Крыма, плацдарм у Херсона и, собственно, нам удастся, да, вот мы идем этим путем, наступление не закончилось и только начинается, но, как бы, сложнее все стало. Как видите вы, ну, вот, сквозь, вот, через призму происходящего вообще в мире, да, и вот, условно, там, с вашей колокольни выглядит сейчас положение дел в российско-украинской войне? Ну, дело в том, что события 7 октября, которые произошли в Израиле, они окончательно поставили точку в формировании двух лагерей. Мы совершенно четко сейчас говорим о том, что существует так или иначе англосаксонско- прозападный лагерь, и при этом я бы не стал все западные страны огульно туда потерять, а, например, такие страны, как Япония и Южная Корея, они-то однозначно в них, и Израиль уже сегодня. А с другой стороны у нас есть четкое понятие Россия, Иран, Китай, Беларусь, Северная Корея, Сирия, да, помощь материальная и военная со стороны Соединенных Штатов и Великобритании будет нарастать. Но есть одна проблема у вас. У вас не выработаны механизмы восполнения квалифицированных офицерских кадров. Я об этом говорил уже давно. С преступным пренебрежением этому важнейшему вопросу вы к нему подходите. Единственный эффективный инструмент, как это можно быстро поправить, это организация на основе помощи ваших западных партнеров таких скороспешных офицерских курсов, которые вы готовили инструкторы НАТО. На территории стран НАТО либо на вашей территории это неважно. В России такая же проблема, может быть даже еще более острая, потому что у них тоже были чудовищные потери для офицерского состава. Однако из-за того, что в принципе их намного меньше интересует фактор потерь как таковых, они внимания на это могут обращать меньше. Они могут поставить номинальных офицеров, которые имеют погону, но не имеют знания, они будут нести потери, во ряске будут нести потери. По большому счету это никого в России не волнует. И все-таки Буданов говорит, что 25-й год может быть переломным в России, там какие-то скажем так процессы пройдут. Ермак говорит, что 24-й год будет решающим. Экономист, который там пишет о мире в преддверии 24-го года, публикует статью, где идет расклад, что эта война еще лет на пять точно, потому что никто не захочет ничего подписывать, и все будет вот как есть сейчас, так дальше. Так перелом или тупик? Ну, перелом в этой войне произошел в первые ее три недели, когда спецоперация провалилась, и вместо спецоперации Россия получила крупномасштабную континентальную войну, которая была совершенно не готова ни в военном отношении, ни в экономическом, ни в виде логического. Так что перелом он уже вот произошел. Что касается тупика, смотрите, мое мнение такое, что вряд ли Россия будет предпринимать активные наступательные действия, активные в ближайшее время, пока внутренняя турбулентность в российской внутриполитической повестке не гуляжется, как-то не стабилизируется. А какая там турбулентность? Ну, сейчас внутренняя политическая повестка, я так уклончиво отвечу, я не политолог, я не хотел бы на эту тему больше говорить, чем я скажу, но внутренняя политическая повестка в России сейчас вряд ли благоприятна для того, чтобы Россия брала военный риск. однако через несколько месяцев ситуация должна им видеться, что она стабилизируется, и это позволит им возможно начать новую наступательную риск. Как раз я думаю, что в ближайшие месяцы мы будем свидетелями новой волны мобилизации. Потому что сейчас у них так же, как у вас, нету достаточных ресурсов для активных поступательных действий. У вас, в общем-то, остается незначительное одно возможности для того, чтобы за это время чего-то там достичь. Ну вот Херсонское направление, кстати, может быть одним из возможностей. Но мы все время, когда вот эту войну рассматриваем, мы как-то вот забываем, что эта война, это прежде всего война логистической цепочки. И уязвимость логистических цепочек на юге и создает предпосылки, создавала предпосылки для того, чтобы вы имели там успех стратегический. Поэтому еще раз повторю, как я уже говорил много раз, на мой взгляд, может быть, я не знаю каких-то фактов, которые известны вашему генштабу, на мой взгляд, наступление, которое вы вели одновременно в направлении, в том числе и на восточном, мне кажется, это была ошибка. Нужно было концентрировать все войска на запорожском направлении, для того, чтобы там постараться добиться стратегического успеха. Но и сейчас это окно возможностей все-таки остается приоткрытым. Логистические цепочки на юге у России крайне уязвимы, а вот на востоке вы не можете принципиально на них воздействовать. и мне кажется, что настал момент, когда ваше политическое руководство должно найти в себе смелость пересмотреть политические задачи войны. Потому что, как я уже говорил много раз за последний год-полтора, военных возможностей для выхода к границе 1991 года у вас нет. У вас есть возможность, например, добиться деоккупации Крыма при очень благоприятном для вас развитии событий. У вас нет военных возможностей к деоккупации Донецкой и Луганской областей. Именно из-за того, что, в отличие от Крыма, там есть возможность со стороны россиян обеспечивать логистические цепочки без препятствий. Григорий, примерно, ну вот, перекликается ваш комментарий с, ну, таким очень одиозным высказыванием Алексея Арестовича. Я хочу, чтобы вы, ну, мы вот в завершении нашей беседы вот на нем сделали какой-то такой акцент, да, потому что все-таки здесь же тоже очень важно, да, вот вы как бы правильно позиционируете и делаете, чтобы там политика отдельно, военное дело отдельно, а Арестович, он как бы все равно между, да, вроде как военный комментатор, эксперт, а тут же как бы вот и политик, потому что сообщил всем, что идет на выборы, ну, в общем, его диагноз, вот он публикует, две-три войны, первая война, это, ну, как вы и сказали в самом начале, когда условно СВО провалилось, и эту войну выиграли украинцы, вторая война, это вот с момента весны, ну, апреля, да, 22-го и до 1-го ноября 23-го года, то есть до выхода статьи заложного, эту войну худо-бедно свели в ничью, ну, а третья война, которая началась с 1-го ноября этого года, по мнению Арестовича, ее мы проиграем, потому что царство глупых умертвит их и беспечность беззубных погубят их, фразой из Библии аргументирует вот этот процесс Арестович, ну, потому что главная причина победы, ну, те же там политические цели, имеется ввиду, чего мы хотим, что дальше, какую страну строим, много, ну, кто как, да, высказывается, кто-то там поддерживает, что горькая правда, наступил период, когда вот, ну, у нас жесткие дискуссии там нарастают, да, по поводу не только там агентов Кремля и там языкового вопроса с Фориона, а еще и, ну, по поводу там заложенного, да, судьбы, кто-то видит его президентом, кто-то его, кто-то говорит, нам не нужен президент военный, а другие говорят, да нет, вот новый украинский Шарль де Голь, почему бы и нет, вот тут Арестович тоже претендует на власть, то есть, вот в этой всей политической суматохе есть большой риск третью войну проиграть, исключительно, я так полагаю, из-за этого, ну, и, конечно, держим в уме ресурсы, о которых вы говорите. Как вы относитесь к такой классификации войны в Украине и таком делении? Ну, капитану Тамару проще, чем капитану Арестовичу, капитан Тамара не хочет быть президентом Украины, однако не могу не отказать себе в удовольствии, раз уж капитан Арестович начал цитировать Библию, я последую его примеру и процитирую царя Давида, великого древнего воина библейского, благословен Господь обучающий перста моей битве. Заметьте, перста, не руки, а перста, потому что тонкая моторика важна, потому что тонкая моторика это проявление мозговой деятельности в перстах. Вот у кого будет проявление мозговой деятельности в перстах более очевидным, тот в итоге в войне и победит, так всегда. единственным возможным победным развитием этой войны для вас может быть оптимизация использования превосходства качества человеческого материала над российским. Это то, почему вы победили так называемую первую войну. Я, кстати, не очень в восторге от этой классификации. Война одна, у нее могут быть разные этапы, но, понимаете, вот я несколько раз там, ну, есть понятие грамотного построения речи. для того, чтобы избегать повторений, я там часто говорю война, военная операция, военное противостояние, и меня особо рьяные патриоты Украины все время поправляют. Нет, вот надо говорить война все время, а то вот ты там сказал операция, значит, люди думают, что в песочнице сидят в детстве и в куличики играют. Так вот, называть это война, противостояние, это абсолютно не важно. Важно то, что сейчас происходит, это столкновение двух цивилизаций. Цивилизации российско-монгольской по своей сути и цивилизации вот украинско-европейской по своей сути, то есть Орда и Европа. Если вы не выработаете механизмы управления обществом, механизмы управления армией, если вы структурно не сможете выработать механизм, который превосходит российский, то вы проиграете. На какие этапы это не делит? У вас есть очень мощный в руках козырь, это превосходство качества человеческого материала на российском. Это очевидный факт, это причина, почему вы до сих пор держите удар против противника, которого больше, у которого больше ресурсов и так далее. Если вы не будете беречь свои кадры, свои ресурсы человеческие, основные, самые главные, и не совершенствовать их, не оптимизировать, то вы эту войну проиграете. Потому что кадры решают все. Сложно же оптимизировать кадры, когда военкомы хватают людей на улицах, пакуют в бусы, и чуть ли не каждый день новые случаи оттуда. Это ведь абсолютно не признак той цивилизации, о которой вы говорите. Это очень серьезная проблема на самом деле. Смотрите, я считаю, что главная беда вашего общества, главный враг вашего общества это не российские танки, а коррупция, которая у вас в обществе имеет место. Я не специалист по борьбе с коррупцией. Я не знаю, как это сделать, чтобы этого не было. Я знаю, что вот был, например, Саакашвили в Грузии, который смог в Грузии в новых структурах когда-то побороть коррупцию, что ему не прости. Поэтому он сейчас сидит. Сможете ли вы найти, будет ли у вас ваш Саакашвили, который сможет это сделать? Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Но то, что это ваша первоочередная задача, это важнее, чем выход к Казовскому морю, это очевидно. Вы абсолютно правы, я с вами совершенно согласен. Я надеюсь, все-таки, что вот эти здоровые, внутренние народные силы, которые есть в вашей нации, они возобладают и в итоге будут найдены в вашем народе те механизмы, те инструменты, которые позволят оздоровить ситуацию изнутри. Все надеются. Не надо надеяться на то, что придет какой-то спаситель-избавитель и сделает это сверху. Это должно произойти снизу. Ну, это как бы отдельная вообще тема для разговора, потому что все-таки много пережитков советской армии, советского, прошлого и в рядах вот этой современной Украины тоже. И от них не избавиться в одночасье. Но главная причина та, это коррупция. Когда кого-то не призвали, а кем-то нужно закрывать план. Вот и возникают такие моменты. Григорий, я благодарен вам за ваше время и ваши мысли. Всего хорошего. Буду рад видеть на моем канале ваших подписчиков. Да, друзья, заходите. Как обычно, ссылка в описании. Берегите себя и друг друга. До скорого.